Так, друзья, в описании видео вы, конечно же, уже, наверное, прочитали саму мысль сегодняшнего выпуска. Было много вариаций профильной трубы, которую я хотел приобрести для нашего супер изделия, но в конечном итоге, благодаря тому, что у меня оказался трубогиб именно такой модели, гнет он только 20 трубу, мне пришлось взять профиль 20 на 20. И, в принципе, наверное, будет смотреться очень даже лаконично и красиво. Но это мы увидим дальше. А, собственно, сама идея изготовления, в принципе, данного кресла, она родилась спонтанно. Мне позвонил наш подписчик, попросил у меня трубогиб, он живет тут недалеко, в Горном Алтае. Говорит, у меня есть свой трубогиб, но он для профильной трубы. Классная идея, привози его, забирай мой, поменяемся ненадолго. У меня тоже есть определенные мысли. Я очень давно хочу согнуть кресло-каплю в наш дом. Единственное, что были вопросы, из чего его гнуть, из профильной трубы, либо из круглой. Но так как у меня трубогиб, он не прокатный, а он местечковый, так скажем. Я принял решение, что мне нужен для профильной трубы. Вау, руки какие! Со склада сейчас. Чтобы потом про размеры не спрашивали, братцы, буду гнуть метровый профиль. То есть, кольцо будет метровое. Ну, соответственно, вверху немножко капли закручивающиеся. Джексон, дай, пожалуйста, пройти, брат. О, тут дети на улицу выходят. Вон, профиль двадцаточка. Вот он, друзья. Из него-то мы и будем сейчас все это дело гнуть. Так, я переоделся, потому что на улице жара. Просто вот весной запахло, друзья. Супер! Сибирь пахнет весной. Это прелесть. Весь профиль у меня четырехметровый. У нас окружность метровая. Нам нужно выяснить длину окружности. Доча, длина окружности. Два пи-эр это длина окружности. Соответственно, мы нехитрым по счетам понимаем, что если у нас метровое кольцо, то, соответственно, нам надо 3 метра 15 сантиметров на все это мероприятие. У нас четырехметровая. Поэтому что я сейчас делаю? Я 3,15 отмеряю. По бокам оставляю какие-то отрезки. И, собственно, с них я и начинаю крутить наш вал. В какой-то определенный момент я буду сужать, сужать, сужать конструкцию для того, чтобы капля была эллипсообразная. Но вы смотрите, и по ходу буду что-то определяться. Потому что сейчас я все буду мерить просто по месту. Для меня же это вообще в новинку. Никогда в жизни таким аппаратом не пользовался. Поэтому сейчас я просто хочу примерить, посмотреть. Друзья, я предполагаю, что вот на этом резце мне нужно будет поставить какую-то засечку максимальную, которую я дальше не пойду. И, наверное, тянуть под этот размер. Сейчас я буду экспериментальным путем это понимать. Так, а самое первое, что необходимо сделать для нашей капли, полную размерность. То есть 4 метра надо все отметить прям по 10 сантиметров. Каждую десяточку, каждая отметка. Для чего это делается? Чтобы мы могли ровно гнуть по шкале. И теперь крутим. Получается, смотрите, издалека как прикольно. Когда я делал шезлонг первый, который у нас стоит сейчас на веранде, вы мне написали, пришли размеры, друзья. Сейчас смотрите, как мы делаем чертежи нового шезлонга. Просто Женя в него залезла и меряет. У нас... То есть он будет подвешиваться, правильно же я понимаю? Только одна проблемка, Женя. У нас это яйцо не должно быть больше 84 сантиметров в глубину. Потому что мы его просто не занесем в дом. Ну и нормально. Вот сейчас у нас получилось вот этот размер, друзья, метр двадцать. Максимум для жены. А высота... Давай померяем. Десять. Возьми высоту. Высота у нас получилась сейчас метр тридцать четыре. А глубина должна быть не больше 80. Да тут дофига. А, ну войдет нормально. Да, все. Ну и больше ротанга придется заказывать, потому что он нестандартный. Это я все заварю, все будет ровненько, Женя. Все, сейчас я гну остальные яйца, и мы начнем это все дело наваривать. Нравится тебе? Да. Продолжение следует... Друзья, настроение просто пушка от того, что все получается. Должно получиться. Сейчас спойлер вам кину, смотрите. Пользуясь случаем, этим аппаратом я согнул вот это кольцо. И, друзья, если вы напишите в комментариях, для чего это кольцо, то я, наверное, отправлю баночку меда. Давайте вот так сделаем, да? Но только вы должны быть подписаны на канал. Ну, такое небольшое условие. Вот, пишите. Вы заметили, да, в какой масочке я сейчас одет? У меня яркая, красивая маска от компании Деко. Это не реклама, это уже часть моего канала. Это Женя. Вы ее узнали? Я вас не всегда вижу. Да. Слушай, ну круто, круто. Теперь надо, знаешь, что еще проверить? Войдет ли она нам в дверной проем? Войдет ли она в дверной? Войдет, смотри, 70 сантиметров всего лишь. А качаться мы будем вот так, получается. Ну, мы сегодня ее повешаем, посмотрим, как она будет держать. Но сначала я проварю ее. Ну, мы ее так просто хотя бы примерим. Так, все, теперь варим дальше. Держи. Не обжейся, не бери те места, где опасны. Сейчас мы можем вот так на бок положить. Как ты можешь держать? Можешь как держать? Вот так держи. Тебе вторую надо для примерки? Ну, наверное. Ставь ее вот сюда. Хотя, что ее надо? Вот она вот так примерно идет. То есть, смотри, получается, я сейчас вот здесь спиливаю. Вот так, да, спиливаю. Да, чтобы кто и плоскости видит. И сейчас пока низ наживулим. Я вот так сейчас спиливаю здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Так, братцы, мы сняли крепление, которое держало всю эту качелю всегда, все эти годы. Она вот она. Для чего сняли? Для того, чтобы немножко уменьшить в половину. Когда мы сделаем натяжные потолки, у нас, чтобы эта труба не торчала из потолка, надо сейчас ее сразу сделать маленькой. От потолков нас, собственно, и отделяла в большей степени эта труба. Сейчас уменьшим, и все, и потолочки будут уже будут на горизонте светиться. Давай сейчас пока хотя бы ее время накидай. О, уже как будто. Ну, конечно, надо бы что-нибудь поменьше сюда. Но при этом здесь будет кайфово вообще. Ну, не сильно это огромная штука. Мы, конечно, потом веревку на цепь поменяем. Не, ну, как сказать, ну она комфортная. Она как будто ты сел в кресло. Ты хочешь телевизор смотреть, и тебя вот так унесло в другую сторону. Потому что это больше не для телевизора, а для кайфушек. Заказываем ротанг, короче, а дальше все решим. Все супер. Эту переварил, она стала меньше, теперь она... Когда мы это все белым ротангом затянем, это станет, конечно, круче. На самом деле в подвал-то я спустился не просто так. Я пришел сюда за веревкой. Сейчас мы наш шезлонг промотаем пока таким канатом. А если вы мне подскажете, где взять нормальный ротанг, мне нужен слоновая кость. Я сразу же его приобрету. Просто в магазинах и заводах, которые я нашел в ближайшем районе нашем, в основном везде предлагается ротанг по 20 килограммов одного сечения. А мне нужно два сечения, соответственно, 40 килограмм. На эту кресло-каплю нужно всего лишь 3 килограмма прута и где-то примерно 3 килограмма лозы на самом деле. Поэтому я принял такое решение, что если вы мне сможете подсказать, это здорово. Если нет, то я буду продолжать поиски. А пока мы это все прошнуруем. Но также, также, также я хочу с вами поделиться своим будущим видосом, который начнет сниматься буквально в ближайшее время. Хочу доделать теннисную до конца уже, сделать полы и сделать, важно, лестницу. Потому что она пылит, постоянно с ней что-то сыпется и постоянно приходится ее пылесосить. Ну а делать мы это будем вот таким вот классным станком. Для фрезерования деталей. Я давно о нем мечтал и я наконец-то его приобрел. Модель ДКР 1900. Внутрь мы с вами залезем обязательно, но в момент, когда я начну делать ступени. И еще один момент, хочу тоже уделить внимание. Это вот такой вот замечательный набор фрез, который подойдет для всех работ по организации ступенек. По нашему плоту, который мы планируем в ближайшее время изготовить. Я не знаю, сколько стоит такой набор фрез в мебельном магазине, но я нашел именно то, что хотел. Прям в одной коробке и все кучей. Это прелесть. Фрезерный станок, фрезы для... То есть смотрите, просто чтобы вы понимали. Вот эта фреза у меня нужна будет для завала. Вы же помните нашу тему, что мы еще и плот будем делать скоро. Так вот, эти фрезы мне нужны будут для определенных задач по этому плоту. Вы тоже это все увидите буквально где-то, наверное, в ближайшие пару месяцев, потому что в июне мы уже пойдем на сплав. Также, друзья, вы уже знаете, что все, что я показываю в своих сериях, можно легко найти, перейдя по ссылке под видео. Так, ну, братцы, еще есть несколько новых покупочек. Тоже о них я расскажу, наверное, в следующем видосе, потому что сейчас нам надо скорее делать нашу работу. Уже вечереет. Так, погнали. В конечном итоге мы все это повешали. Все это вот так выглядит. И все это выглядит неплохо. Уже начали пробовать вязать, но одной веревки не хватило. В дальнейшем, когда мы найдем ротанг, мы это все загрунтуем. Красить не будем, просто загрунтуем в серый, потому что цвет ротанга будем искать тоже цветом рамора. И сейчас это все укрупним. Немножко вот здесь, наверное, уровень довяжем повыше. Ну и пока это будет вот так. Сейчас в подушке сюда положим, будет работать. Кстати, интересно, никогда до этого не встречал. Первый раз вижу вот такое. То ли какая-то экономия, то ли что. Короче, внутри этого каната просто пластик какой-то. Простой пластик. Первый раз такое вижу. Так, Жень, будем так же вязать, да? Ты будешь подавать его? Да, Жень. А я буду крутить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Надо развернуться. У меня укачивает ничего. Все, садись. Давай, первое впечатление. Как тебе? Надо будет потом подумать, как подушку сшить. Чтобы удобно было, чтобы головой было удобно, мягко. И здесь, чтобы она высокая была. Я вот думаю, как мы ротанг будем крутить. Если мы вот эту штуку крутили и устали. А тут тротанг, представь, сколько это оборотов. 15 минут. Это миллион оборотов. Тут реально плетение. Долго. Ну да, ну уже красиво, уже прикольно получается. И, кстати, знаешь, я смотрел заводские варианты. И они узкие все. То есть там человек садится, и у него уже вот так заканчивается все. Ну вот это метр двадцать, а обычно делается метр. Метр. Ну вот, вот она получается по 10 сантиметров с краю. И я боялся, что она будет смотреться здесь сильно вычурно. А она так прям вписалась нормально. Ну, она не отобрала место. Ну да. Фу, друзья, я реально вспотел, пока мы вязали. В ближайшее время мы найдем ротанг с вашей помощью. Или без таковой. И провяжем полностью каплю. И покажем, как это сделаем мы. Я был рад вас видеть. Женя тоже была рада вас видеть. Поэтому до скорых встреч. Увидимся через пару дней. Все. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok